Что делать? Какой эзотерийский обряд практику, если по женской линии в роду у всех женщин примерно с 10-летнего возраста начинает ухудшаться зрение? Зрение напрямую связано с печенью. Печень напрямую связана с ненавистью к мужскому роду. Видимо, есть история такая, знаете, это история нелюбви или обидчивости на весь мужской род и обсуждения мужского рода. Ничего страшного с этим нет, нужно говорить, все мужчины самые красивые. Говорите, в нашем роду все мужчины были самые золотые. Как все изменить? Сделайте мужчину культом вашей семьи. Я говорю это серьезно, сделайте мужчину культом вашей семьи. Вот если мужчина сделает культом семьи женщину, будет много денег. Если женщина сделает культом семьи мужчину, будет всегда порядок, и дети будут счастливы, и выходить замуж, и здоровье будет и так далее. Это такая особенность, понимаете? За что нужно любить женщину? Не за что любить ни женщину, ни мужчину. Не за что никого любить. Нужно настраивать на то, что те люди, которые с вами живут, это люди, которых вам дал Бог. Нравятся, не нравятся, уже не имеет значения. Восхищайтесь ими и говорите, эти самые лучшие, эти самые красивые, эти самые дорогие, эти самые уникальные, у этих самые лучшие. Обязательно хвалите тех, кто живет с вами под одной крышей. Хотите богатства? Никаких претензий. Хотите счастья? Никаких претензий, никаких обид. Максимальное проявление заботы, радости, счастья и максимальное хорошее количество прекрасных слов. Только таким образом. Но он не говорит, что я буду. Нет. Маты. Не матюкайтесь просто так. Когда человек матюкается просто так, он должен знать. Когда вы говорите слово на букву Х, вы его произносите. И это слово, оно видоизменено от слова, которое обозначает самый главный Бог. Бог. Но его используют как ругательство полового органа. На самом деле оно начинается с буквы Алиф, которая является одной из самых священных букв, которые есть в мире. Алиф. Бог. Начало. И человек, который ругается с этой буквы, ругает Бога. Это сделали в свое время греки. И навязали все христианскому люду. Христианин с буквы какой начинается? С буквы Х. А плохое слово с какой бы? А почему христианин начинается с буквы Х? Потому что это Алиф. Это слово Бога. Или слово Бог. Самый главный. Я, к сожалению, знаю имя, но вслух не скажу произносить нельзя. Но когда человек произносит на эту букву мат, вот такой, он фактически посылает Бога. Поэтому, зачем вам это делать? Почему половые органы и принадлежности к половым органам имеют ругательство? Таким образом проклинают род. Почему? Половые органы фактически являются элементами, порождающими и продолжающими род. В случае, если это ненавидеть, род заканчивается. Самое страшное, что может сделать человек, это ненавидеть. И это мужчина, который ненавидит пенис. Или женщина, которая ненавидит там половые губы свои. И женщина, которая ненавидит свой живот. Женщина, которая ненавидит бедра. Мужчина, который там занимается анонизмом и боится даже там нервничает, когда там трогает себя и так далее. Переживает и там все остальное. Это элементы проклятия. Элементы проклятия рода. Наоборот, если это любить и хорошо к этому относиться. Любить прямо говорю, ой ты моя хорошая, ой ты моя хорошая. То это наоборот продлевает род и делает. Где есть такой культ? Индия. Скажите, где большое количество? Индия, Китай. Где самое большое количество людей проживает на сегодняшний день? Угадайте. Почему? Потому что культ такой есть, что это не только неплохо, а это священно. Почему? Линган. Это прообраз мужского органа. И он стоит у основания, который называется йони. Прообраз женского органа. Ваджа сатвические. Которые обозначают ваджа и сатва. Это мужчина и женщина. Это ум и земля. Или энергия неба и энергия земли. И так далее.